Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня речь пойдет о дневнике Жюля Ренара. Я не был знаком с этой книгой ранее, хотя, конечно, мемуаристика и знаменитые дневники, они присутствуют в программе любого филфака. Ну, как здесь не упомянуть братьев Гонкор, например, и так далее. Но Жюль Ренар – это случай исключительный. Его дневник, который он вел с 1888-1887 года по самую смерть, а жив он с 1864 по 1910. Его дневник, вот эти вот 20 с лишним лет, изданный впервые в 20-х годах, он охватывает самый бурный период передового на тот момент, и самого интересного, наверное, французского искусства. Причем искусство целиком, не только литература. Это важно, я еще к этому вернусь. Первое издание дневника, как гласит предисловие, я эти факты взял из него, значит, оно не имело большого резонанса. Ну, дневник и дневник, сколько их таких было. Тем более, что здесь, с этой небольшой по объему, как вы видите, книжкой, произошла трагедия. Ровно та же самая, которая произошла с Марией Башкирцевой, а до этого с Фольганком Амадеем Моцартом. Значит, две больших, как бы вот так сказать, сложно, чтобы никого не обругать и не обидеть. Вероятно, это были хорошие люди, они действовали, разумеется, из самых лучших побуждений. И, в общем, в соответствии с нравами и понятиями их времени, их эпохи, они не так, чтобы были на 100% неправы. Но когда жена и секретарь после смерти художника уродуют его творение, вымарывая тщательно, как это делал Констанца Моцарт, или, значит, просто выкидывая целые страницы, которые в ужасе прочитала мама Марии Башкирцевой в ее дневнике, значит, или подчищая те высказывания, которые в случае Жюля Ленара, они сочли слишком острыми, слишком перченными такими, да, и могущими кого-либо из еще живших творцов эпохи, значит, художников эпохи задеть. Вот. В общем, короче говоря, по-разному это происходило. Ну, вот всегда жена и секретарь, ну, вдова, конечно, уже, вдова и секретарь. Черт бы вас побрал, честно вам могу сказать. Потому что мы никогда не узнаем, что на самом деле думала гениальная Мария Башкирцева. Ее дневник кастрирован. Я специально использую это нехорошее слово, потому что я следую в этом отношении за нарушенными завещаниями Кондеры, да. Помните, он говорил о, значит, приличненьком, прилизанном, очень таком святеньком образе Франца Кавки, который мы знаем благодаря Максу Броду. Кавка, ну, к сожалению, мы многого просто не знаем. Брод не то чтобы много вымарывал, он много дописывал. А мы же помним фильм, тот самый Мюнхгаузен, гениальную сцену, да, когда я могу потерпеть, когда меня режут, да, в смысле, цензурируют, говорю. Но когда меня начинают дописывать, рассказывать за меня то, чего не было, я уже этого не потерплю, говорит Мюнхгаузен после своей предполагаемой смерти, да. Вот, увы, у творца и писателя нету возможности воспрепятствовать этой редактуре. И мы многого решились, но даже оставшиеся потрясают. Значит, давайте поговорим о том, что это за дневник. Это вполне себе бытовой борт-журнал, где много замечаний, которые совершенно носят такой незначительный характер. Вот как раз про погоду, про, значит, поездки, по свою родную деревушку, которая нам не очень сильно интересна, особенно русскоязычному читателю. Он был ужасный местный патриот, он написал книгу, повесть, посвященную, точнее, сборник рассказов, посвященный крестьянству, да, именно французскому, да. Он был человек, который хорошо чувствовал простой народ, хорошо чувствовал землю, хорошо чувствовал быт, который смотрел на мир широко раскрытыми глазами и, в сущности, был писателем-реалистом, наподобие Флабер, да. То есть, он, конечно, он, или Мопассана, многое описывал из того, что видел. Но это всё проходит фоном в дневнике. Если вы думаете, что это такой сборник исторических анекдотов в кургановском понимании этого слова о великих мира сего, и весь тот набор фамилий, который нам аннотация гордо предъявляет на четвёртой сторонке обложки, Флабер, Мопассан уже упомянутые, Мельзоля, Ренуар, Сезантулус, Латрек, Сара Бернара, Гюстраден, да. Вы сильно ошибаетесь, но не будет там много этого биографического материала. Хотя отдельные вкрапления, они просто как жемчужины. Его суждения необычны, его взгляд не критичен, но совершенно не укладывается вот в те литературные лекалы, в те вот трафареты, которые у нас в голове уже у всех есть, потому что у нас у всех, кто интересовался французской культурой, литературой, искусством этой эпохи, уже какие-то в голове устоявшиеся вещи есть. Вот Жюль Ренар их нарушает. В этом особая прелесть его дневника, несмотря на любую редактуру, которой он подвергся. Поэтому вы будете читать разные очень записи о его литературной биографии, о судьбе его произведений, о том, как все было устроено в литературной жизни, и вообще, в принципе, в городской жизни той эпохи. Есть, например, запись, которая выглядит так. «Скука, скука, скука». Понятно, что есть невесело. Но когда вы будете натыкаться на какие-то отдельные вещи, а я сейчас процитирую, вы будете в восхищении. Это просто замечательно. Вот, например, к вопросу о редактировании дневника. В соответствии с понятиями своими о том, что должно публиковать и что нет, значит, было многое выкинуто. Остались невероятные интересные вещи. Я слышал, как великий поэт, выбравшись из Олькова, воскликнул «Земля и небеса! Мы любили друг друга, как львы!» «Почему обязательно львы?» «Хватит и самого обыкновенного зверяка!» «А икота пьяного!» Это он спрашивает, как бы, приводя в пример. «А дюльтер, надоевший самому себе жалкий треугольник!» «Но у меня нет сил вам отвечать!» «О, здоровенные, крепкие самцы!» «Да и наш господин Золя, который не прочь иногда потрепать за ушко молодежь!» «Разве не советовал он нам удаляться два-три раза в неделю в рожжаные поля с юными красотками?» «Сжальтесь! Пощадите!» «А то мы умрем со смеху!» «Мы уже выше и дальше вас, потому что вы все еще по уши в этой жизни, а мы приближаемся к смерти!» «Вы ждете, чтобы кто-нибудь поднялся?» «Никто не подымется!» «Так удобно сидеть!» «А лежать еще лучше!» «А эти мелкие пакости слишком пахучей любви!» То есть, на самом деле, конечно, много интересного можно узнать и о жизни, и, например, 5 января, Бадлер, двоеточие, цитата, «Душа вина заводит песни в бутылке!» Конец цитаты. «Вот она, лже-поэзия, которая старается подменить то, что существует, тем, что не существует!» Для художника вино в бутылке – это нечто более подлинное и более интересное, чем душа вина и душа бутылки, ибо нет никакого резона наделять душой предметы, которые прекрасно обходятся без всякой души. Вот такой вот реализм, да. Во Фонтен. «Все его животные, взятые отдельно, описаны верно, но отношения между ними неправдоподобны. Карп действительно похож на кумушку со своей старушечей круглой спиной, но он не станет крутиться возле своей кумы-щуки. Он спасется от нее, как от своего заклятого врага». Вот такой вот кондовый реалистический взгляд на Во Фонтена. А вот, пожалуйста, например, об Эдмоне Растане, да, которого, может быть, вы знаете по восхищенным отзывам Цветаевой об Орленке. Должно быть мистер... 1 января 900 года. «Растан написал обо мне письмо министру Лейгу. Мадам Растан пересказывал отдельные фразы, Марина и Театте передавай их мне. «На глазах у меня выступают слезы, сердце радостно бьется, я буду награжден орденом». «Должно быть министр еще у Растана просто сумасшедшим. Как он несчастен, наш бедняга Растан. Считает, что его Орленок скучная вещь. Еле держится на ногах. Засыпает не раньше 6 часов утра. Каждый день доктор делает ему уколы, не знаю какие». Они говорят смело, там, где следовало бы просто сказать похабно. На самом деле, девиз, вот очень точная цитата из дневника, вынесен как раз предисловие. «Правда не всегда искусство, а искусство не всегда правда». И то, что вы будете читать в этом дневнике, оно не всегда соответствует устоявшимся представлениям об этих всех исторических личностях. И суждения Ренара, ну, в общем, они далеко, они очень субъективны. Но это интересно. Это, черт возьми, очень интересно. И это действительно стоит прочитать для того, чтобы эпоха заиграла новыми красками. И немножко вот эти вот стоп-кадры кинохроники у нас в голове ожили, как сейчас это делают, при помощи озвучания, колоризации, да. Значит, мы видим вот эти вот первые люмьеровские кадры Парижа, там, и жизни рубежа веков, рубежа 19-20 столетия, как живые, как будто они сняты в наше время. Итак, в чем специфика этого дневника и его прелесть? Во-первых, он объединяет разные виды искусства. Мы видим цельную картину. Видите, тут я перечислял фамилии и художников, и писателей, и театральных деятелей. Это все было в единстве. Ведь каждый специалист подобен флюзу. Литературовед изучает литературу этого времени, художник там молится на импрессионистов, а вот как это выглядело целиком, да, живой жизнью, бурной, совершенно не укладывающейся ни в какие вот эти наши рамочки, трафаретики, неразложенные по полочкам, в кафе-шантанах, в мулен-руж, во всяких там увеселительных заведениях, в неформальном общении, как это называется. Это первое. Второе, Ренар смотрит на литературные процессы изнутри. Он писатель, талантливый писатель, он знает, что почем. Он не выносит суждения свысока, снаружи, не понимая вообще, о чем говорит, рассуждая о прозе там Золяя или Мопассана. И это очень важно. И, наконец, третье, это сама личность автора, противоречивая, интересная. Интереснейший был человек, на самом деле. Это видно из его дневника, и об этом интересно смотреть. Ведь он сам говорит, что его цвет, если каждый писатель обладал бы каким-то, какой-то колористической гаммой, каким-то цветом, его цвет был бы рыжий. Вот он такой рыжий в своей эпохе. И это, конечно, дает немножечко остраненный, немножко более интересный, чем традиционный взгляд на все, чем он был свидетелем, о чем он старательно 20 с лишним лет записывал в своем дневнике интереснейшие вещи. Спасибо за внимание.